Все здравствуйте! Мы продолжаем наш урок еженедельный глав Торы и Шатра Авраама. И сегодня у нас очень такой интересный момент. Мы будем начинать изучать последнюю главу книги Берешит. Она называется «Ваяхи». Книга Берешит вообще, она очень важная. Она важная для всех, но для нееврейских людей она имеет особенное значение. Потому что в этой книге еще нет Израиля как такового. Он только появляется в конце этих глав. И поэтому здесь есть общечеловеческие факты, которые не разделяют людей на религии. Есть одна вера в Бога, это монотеизм. Я люблю это выражение, что такое монотеизм. Что Адам был монотеист, Ной был монотеист, Авраам был монотеист, Моисей был монотеист, все цари Израиля были монотеисты, Иисус был монотеист, Магомед был монотеист. Все люди были монотеисты. Это вера в единого Бога Потом уже, когда люди сюда внесли свои человеческие понимания А человеческое понимание – это первый человеческий грех Ева посмотрела на древо, увидела, подумала, навоображала И все переиначили Но Всевышний же сказал этого не делать Но человек пошел за своей логикой, за своим пониманием Точно так же возникновение всяких религий Но был монотеист И мы видим, вот речь идет о сотворении миров Как творились эти миры, как все Всевышний делал И мы изучаем немножко на иврите Это совершенно другая тора, совершенно другая картинка Как это все происходило И, конечно же, надо понимать, что очень много загадок Очень много нераскрытого Мы все время глубже и глубже познаем Всевышнего Познаем себя, познаем себя в окружающем нас мире Это вечный двигатель Но, по крайней мере, мы продвигаемся дальше Когда чем больше мы изучаем Чем больше мы стараемся это выполнять Внедрять это Работать над собой И так оно и получается Мы видели историю о сотворении мироздания Историю, как люди выбрали неправильный путь Как они сами искривили свои взаимоотношения с Богом Сделали неправильный выбор Мы видели начало восстановлений Как бы начаток взаимоотношений Который положил Авраам И стал Аврагамом Стал, можно сказать, таким примером Поэтому он и назван Отцом множества народа Для того, чтобы все народы могли брать с него пример Хорошо писали пророки Что говорили это еврейскому народу Но я думаю, что эта цитата Она подходит абсолютно для всех Посмотрите на скалу Из которой вы иссечены И это говорилось про Авраама И особенно, когда были какие-то трудности Когда были какие-то сложности Давление, хотелось опустить руки Но Всевышний так ободрял Посмотрите на Авраама И возьмите силу от него Потому что когда человек следует учению Авраама Через это приходит сила, заслуга Авраама Начинает работать в жизни человека Знаете, даже в христианской Библии Вот послании Галатам Кто когда-то читал Там написано, что если вы последователи этого учения То вы дети Авраама И по обетованию наследники Потому что первые христиане Это были люди монотеисты И они в принципе Что они рассказывали другим народам Они рассказывали о семи законах Радуга, когда была дана Когда после потопа Выли даны законы Они это Они рассказывали идею монотеизма И конечно тогда они подпадают Под благословение, которое было данное Аврааму Я благословлю благословляющих тебя В тебе благословятся все народы Поэтому люди, которые имеют монотеистические понимания Они имеют возможность черпать эту силу И как бы быть в этой заслуге Которая работает, которую еще сделал Авраам И мы сегодня в нашей главе Глубже поймем, как это работает На примере вот нашей главы В нашей главе Очень много говорится вообще О качестве праведника Вот такие как Авраамец, как Яков Насколько человек, который Поработал над собой Можно сказать, прошел трудности Насколько он является благословением для других Такие люди назывались праведники Мы учимся на их примерах В нашей книге Барышит об устройстве семьи Очень много Авраам, как построил семью Ицхак, как построил семью Яков, как построил семью Взаимоотношения в семье Вот эти ссоры среди братьев Все время ссоры Знаете, что мне нравится? Что вот Тора это честная книга Ну Тора честная книга И посмотрите Часто даже люди говорят Вот у евреев там одни проблемы Все было неправильно Но покажите у кого сегодня правильно Только на картинке рисуют Такое святое лицо И ним на голове Ну там загляни, чем он живет И как он дышит Из картинки сразу покажется Настоящее лицо Жизнь такая В жизни есть трудности Ни один праведник Люди, которые вообще дружили с Богом Бог нам показывает Чтобы мы у них учились И у всех были какие-то семейные трудности Семейные склоки Там дети воевали Человеческий фактор Человек всегда остается человеком И сколько человеку не говори Не показывай Все равно в нем горит вот эта вот Жадность Горит в нем зависть Горит в нем вот эта вот гордость Вот эта ярость Вот это все эти качества Человек должен их в себе победить вначале Поэтому говорится, что долготерпеливый Лучше завоевателя города Потому что вся работа человека Это над самим собой любимым Победи себя А весь этот мир потом прогнется под вас Как пел знаменитый Андрей Макаревич Себя надо победить И это нам помогает делать Тора И это пример Авраама Например, он прошел 10 испытаний Из Авраама стал Аврагамом И нам есть тут чему учиться Так же Поэтому, когда мы внимательно Все это изучаем Вот Так же мы знаем, что, например Ну, существует вот эта система Поощрения и наказания Но никуда от этого не денешься Никуда от этого не денешься Просто, когда человек живет в розовых очках И какую-то придумывает себе религию Как Высоцкий пел Да, хорошую религию придумали индусы Что мы, отдав концы, не умираем на совсем Ну Это сложнее человек У него завышенные ожидания Потом разочарование Ну, когда ты смотришь Да, действительно, так мир такой В мире воюют В мире болеют В мире куча-куча проблем Но задача, наша душа пришла сюда В этот мир, в такой, какой он есть И нам жить в этом мире И поэтому нам надо правильное руководство Поэтому Тора честная книга Что в мире очень много зла Очень много проблем Все вот эти внутренние конфликты Наказания и поощрения И праведники бывали наказаны И мы учим об этом И нам не стыдно говорить Что вот посмотрите на того Посмотрите на того Как же вот семья Якова Вот братья продали Иосифа и так далее Так же Так все в жизни работает Поэтому наоборот Принимая вот это Как божественное послание Мы не иллюзиями Какими-то живем И потом нам легче жить Потому что мы понимаем теорию Я вот когда-то помню Когда еще 20 лет назад Только начинал Вот все эти Понимать Вещи духовные Я помню Как я стоял Так молился Богу И вот когда меня дошло Знаете Что у Всевышнего Есть как бы два подхода К нам Он или нам дает Как бы теорию Ну свои знания Мудрость Волю И мы это сознательно Согласны Выполнять и делать Или человек говорит Да мне это все не надо Не интересно Тогда получается Я понял как отец Вот если у меня ребенок Я ему говорю по-хорошему Я рад что он меня услышал Если он не услышал Я второй раз говорю Третий раз я уже говорю Сейчас еще раз не услышишь Схлопочешь Ну например А если он дальше Там что-то как-то не так Ну можно взять и ремешок И врезать То Всевышний Примерно так же само И вот вчера Один раввин Анекдот интересный Рассказал Приходит такой Сельский Ну сельский парень Короче говоря В банк Ему надо счет открыть А он такой дикий Говорит Мне надо счет открыть Я хочу деньги положить Получать Ну и женщина Ему рассказывает Менеджер 20 минут Ему объясняет Какие услуги Он говорит Распишитесь Он говорит Не я нигде не расписываюсь Она говорит Смотрите Вы же хотите счет открыть Да Вы хотите пользоваться Диами Да Вот бланк Надо расписаться Он Не-не Я не расписываюсь Ну мне надо Но расписываться не буду Она не знает Что делать Вызвала Директора Тот приходит Вам надо расписаться Он говорит Не я не расписываюсь Он ее вверх В лоб как дал Тот взял ручку И расписался Директор говорит Все хорошо И ушел И это менеджер его спрашивает Молодой человек Объясните мне Я что-то недопонимаю Я вас 20 минут Уговаривала Чтобы вы вот это же сделали А он говорит Ну вы меня уговаривали А он мне объяснил Да Да Вот Вот Это важно понять Но это очень важно понять Я думаю Что это должно у человека Вызвать какое-то смирение И сокрушение какой-то гордости И понять Что он бог Ну все равно Лучше все-таки Через понимание Чем тебе уже объяснят И объяснения его бывают Тяжеленькие Я знаете что Понял Ну это лично мое Такое с вами поделюсь Это я у мудрецов Такое нигде не слышал Что бог Он немножко для нас Тренер Ну вот как есть Разные же грани Отец там наш Там судья справедливый Милосердный А вот я как спортсмен бывший Ну это мое такое понимание Я говорю Чтобы вы понимали Я просто делюсь Что он немножко тренер Вот знаете Как тренер себя ведет Если он слишком мягкий У него не будут Хорошие спортсмены Тренер не имеет права Себе позволить Быть слишком мягким Но он не должен быть И слишком жестким Я видел таких тренеров Что ой-ой-ой Проиграл там схватку Человек вышел Тренер ему по щечину Там так на него накричал Разные есть Есть разные Так вот Всевышний для нас Тоже немножко тренер И сказано Что он сверх сил не дает Если он дает нам Какую-то нагрузку Значит изначально Надо понять Что у нас есть силы Это пройти Изначально это надо понять Потому что Ну раз он дает Значит есть и силы Это пройти И тогда надо искать Отсюда надо отталкиваться И отсюда надо В спокойствии Поискать Где ты может быть Что-то сделал не так Значит надо исправить Где возможно Это какое-то временное Со стороны Но будет еще лучше Чем было То есть надо в спокойствии Когда ты понимаешь Что он любящий тренер Это очень хорошо На тебя работает И мы посмотрим Немножко Вот наша глава Ваихи Которая Вот это слово Ваихи И жил Яков В стране Египетска 17 лет И было дней жизни Якова 147 лет Вот это слово И жил Это Ваихи И если мы немножко Вспомним предыдущую главу Помните Когда он поселился И решил пожить спокойно И это была не своевременная идея То вот наконец-то Через какое-то время Вот это слово И жил То наши мудрецы Так переводят эту идею Вот это Хэппи энд Вот эти И жил Яков 17 лет Это были лучшие годы Его жизни И причем Лучшие его годы жизни В Египте Это очень странный вопрос Потому что ему хорошо было В Израиле И он сказал Что даже когда он умрет Чтобы его на минуту Даже не похоронили в Египте Чтобы сразу вынесли его кости в Израиль То это видно Что его вся душа была там Но оказывается Лучшие годы жизни Свои он прожил здесь И мы немножко дальше Поймем Как это возможно Значит мы вначале Поговорим Почему он Вот так хорошо жил И почему в Египте Да мы уже сказали Что как бы Есть разные времена у человека И вообще нет такой идеи Что человек здесь Ему будет все хорошо Все просто и легко Ну как может быть Представил бы себе человек Если бы ему сказали Нарисуй картину своей мечты И он нарисует Кто-то нарисует море Там собачку Домик Лодочку Кто-то нарисует лес Там Ну какое-то вот Представление Такое спокойствие Чтобы ушли проблемы Никто ж не нарисует Войны там Какие-то там Передряги Это никто не хочет Но это вот опасный момент Потому что на самом деле Душа Она же пришла С небесного источника Сюда В этот материальный мир А здесь Другая обстановка Поэтому здесь Само по себе идея Что Сюда человек Засланный Душа засланная Скафандр Дан ей тело Да И легко Как бы здесь Не бывает Вот Но бывают разные этапы И мы видим У всех так было Был этап такой Был этап трудностей Опять хороший этап Так же Ну Вот эти вот годы жизни Как удалось в Египте Объясняют нам наши мудрецы Вот есть маленькая точка Такая интересная Сказано Что Яков послал Игуду Туда В Египет Для чего Чтобы он приготовил Там Чтобы вся семья Туда пришла То есть смотрите Идея интересная Наши мудрецы Так комментируют Эту идею Яков знает Что Йосиф там Он уже знает Что Йосиф жив Что он там На большом положении Идите смело И Йосиф все устроит Но Яков нет Яков понимает Что Йосиф Он занимается политикой Он занимается экономикой Да он остался праведником Но у него есть Свое служение Перед Всевышним Поэтому он посылает Игуду Который до этого Все время изучал Тору Но они посли овец У него не было Такой нагрузки На материальном мире Они посли овец Изучали Тору Он посылает Игуду Для чего? Чтобы тот Приготовил там Яшифа Это такая школа духовная Там где евреи Смогут изучать Тору Чтобы процесс изучения Торы Не прекращался Чтобы дети могли изучать Тору И наши мудрецы Вот это было главное действие Потому что когда они все туда пришли Египет То была развратная страна Там были очень страшные для еврейского народа Вообще принципы Театры, публичные дома Разврат Ну все там было хорошо И поэтому Вот эта духовная школа Этот маленький оазис Помог Якову Чтобы он потом Жил вот эти 17 лет Лучше всего Почему? Потому что он видел И детей И внуков Наставленными путями Всевышнего Благословенными Верующими людьми Как бы мы сказали Соблюдающими законы Всевышнего И это Именно поэтому Потому что Что такое благословение? Когда мы друг друга поздравляем Мы говорим Пусть тебя Господь благословит В материальном и в духовном Это очень важно Две линии И то что например Яков имел все в материальном мире Потому что Иосиф обеспечил их всем Едой, одеждой, проживанием Землю им дал То есть материально всем было обеспечено Но никогда бы Яков не сказал бы про себя Что жив он лучше всего Но он же был благословенный духовно Потому что вот это вот Изучение Торы Что все дети и внуки Остались праведными Вот это была абсолютная радость его Вот именно вот это вот И мы видим, что именно вот это изучение Тора Оградило всех потомков от развращенного вот этого египетского влияния И мы видим, что прямо в нашей главе Яков призвал всех своих сыновей Это глава этим заканчивается Кстати, кому интересно, там очень интересные благословения Но у нас на канале YouTube Вот этот шатер Авраама Там есть в прошлом и в позапрошлом Мы там разбирали благословения каждого колена Там это очень интересно Просто сегодня об этом говорить не буду Кому это будет интересно Вы можете в записи все это послушать Там очень много интересного Он собирает своих всех сыновей Перед смертью Он почувствовал, что он уже все Пора ему отправиться домой туда Он собирает всех сыновей И он говорит, соберитесь И я сообщу вам, что с вами произойдет в грядущие времена И наши мудрецы так объясняют вот это место Что там происходит Что он хотел им открыть будущее Пророчество будущего Когда придет Машех Как оно все будет происходить Но, говорит, пророчество отошло от него И он перепугался Это то, что нам рассказывает устная Тора Он перепугался И он подумал, почему пророчество ушло Ведь он же хотел им рассказать И вдруг бац И забыл И он подумал, что, наверное, кто-то из них Что-то, ну, как бы согрешил Кто-то и дал опоклонник Что они не все верят в единого Бога И тогда он говорит им вот эту фразу Слушай, Израиль Он обращается к своим сыновьям Слушай, Израиль Господь Бог ваш, Господь один И они отвечают ему благословенно Славное имя Царства во веки веков И сегодня есть в традиции Интересный момент, с которым можно что-то научиться Есть молитва «Шма Исраиль» И ее три раза повторяет каждый еврей Каждый день И там вот это первое слово Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один Говорится вслух А вот это вот благословенно славное имя Царства Говорится шепотом И объясняется, почему шепотом Потому что это как Он им пароль говорит, да Пророчество отошло Он говорит, вы все здесь верите в единого Бога И они ему шепотом отзыв говорят, да Что благословенно славное Царство во веки веков То есть мы делаем все, что мы можем Служим единому Богу Но почему это говорится шепотом? Потому что Ну а иди знай, как ты служишь Хорошо или не очень хорошо Каждый может сказать Я служу Богу Я только ради Бога живу Но иди знай на самом деле Как Бог на это смотрит То это надо говорить шепотом очень скромненько Потому что когда человек говорит Я такой великий Там какой-то Божий человек Очень скромно надо шепотом Это не говорится вслух Это так, ты помнишь, что ты на этом пути Что ты не стал и далопоклонникам Что ты веришь в единого Бога Всегда помни это И когда они ему сказали Он успокоился И он начал их тогда благословлять И все получили свое благословение Все получили свое благословение Вот там целые события Это надо обязательно вам прослушать И мы видим дальше Что Айосиф получает как бы двойное благословение Почему двойное? Потому что его оба ребенка Оба его сына Они становятся как бы сыновьями Якова Он говорит Вот этих, что ты родил, двух Это мои внуки И я вижу, что они праведники Они праведники Их Египет не испортил Тебе удалось здесь в Египте Их воспитать Передать им учения Они точно такие же Хоть это и мои внуки Но они точно так же Как и мои дети Поэтому ты один Теперь будут вот эти два Они получат на дело Оба И это будут колено Израиля Уловили идею? И поэтому на самом деле Колен Израилева Их тринадцать То есть колета левитов Которая не получила на дело И двенадцать колен Которые получили уделы в земле Израиля И вот это два Внука Ну, внука Якова Которые как бы становятся Его сыновьями Вот И там есть интересный момент Вот надо посмотреть Как Яков благословляет этих внуков Он им говорит такие слова Всесильный Когда Иосиф привел этих двух своих детей Он говорит такие слова Всесильный Перед которым ходили отцы мои Авраам, Ицхак Всесильный Поддерживающий меня С тех пор Как я живу И по сей день Он Им рассказывает Какие у него отношения с Богом Он говорит Что мой дед ходил Мой отец ходил Путями Бога И я И Всесильный Меня поддерживал С того времени С самого начала По сей день Вот все время Я видел поддержку Всевышнего Дальше говорит Ангел Избавлявший меня От всякого зла Будет теперь Помогать этим отрокам Минаше и Ефраему Он передает Как бы вот это вот Благословение своего рода Которое на нем Которое длится еще от его Родителей Он передает теперь этим Своим Детям И наречется на них Имя мое И имя отцов моих То есть что он призывает В их жизнь Он призывает заслугу Своего рода И вот это очень важный момент Вот тут я хочу сделать остановку Чтобы мы урок какой-то взяли Да Смотрите На самом деле Какой мы берем отсюда урок Что Когда человек что-то делает для Бога Отказывается от чего-то Ну то что называется Старается жить по заповедям Меняет себя Помогает другим То есть он распространяет Вот эту божественную идею То есть заслуга какая-то на нем Но интересно Что эта заслуга Она будет участвовать Даже в жизни Его детей И это много раз сказано в Торе Он говорит Ангел который нам служил Теперь будет служить вам Он передает вот эту вот заслугу Прародителей Которая приходит А теперь смотрите Вот у еврейского народа Как бы понятно Там есть Ну связь с Богом Очень древняя Но у других У языческих народов Ну не все народы Которые были язычники Да Ну какая заслуга Там у их предков Например если предки Были язычниками Ну кто-то там колдовал Кто-то там поклонялся идолам То никакой же нет заслуги Поэтому и говорится Что откуда берется заслуга Когда они просят прощения у Бога И начинают идти божьими путями То они все становятся Как дети Авраама Они переподключаются И на них начинает работать Заслуга Авраама Который занимался этой идеей Распространения монотизма И поэтому каждый человек Может сказать такие слова Посмотрите на скалу Из которой вы иссечены Потому что заслуга Авраама Я благословлю благословляющих тебя Он сказал И в тебе все народы Получат благословение Которые хотят этого благословения И которые смиренно Принимают то учение Монотизма Который Авраам Распространял по этой земле Поэтому эта заслуга Начинает работать на них Вот это важный момент Это такой тонкий момент Который Надо вот уяснить Теперь немножко Здесь есть один интересный урок Который я хотел бы Ну Поделиться с вами Вчера нам Рэп Шмулета Рассказал Во время шабата Такой тоже Интересный урок Для нас Вот сказано Что и жил Яков 17 лет Замечательно И дальше Такие слова Говорится И было дней жизни Якова 147 лет Объясняют нам Наши мудрецы Что вот это выражение И было его дней 147 лет Здесь Немножко зашифрован Внутренний смысл Что у него Урезали 33 года жизни Урезали 33 года жизни Это было Как наказание И для чего Это нам надо Чтобы мы отсюда Взяли урок Какой-то для себя Объясняют наши мудрецы Для чего Когда фараон Встретил Якова Когда он только Пришел в эту землю И он спросил его Ну Он ему задал вопрос Так написано И сказал фараон Якову Сколько лет жизни твоей А Яков ему отвечает Немногие злополучны Были ли та жизни моей И не достигли До лет жизни отцов моих В одни их И объясняют нам Наши мудрецы Что вот во всей Вот этом вот диалоге 33 слова Из этих 33 слова Сказанных Яковом Ему урезали 33 года жизни Потому что он Начал жаловаться На свою судьбу У него действительно Была нелегкая судьба Помните Да От брата он убежал От Исава Потом он работал У Лавана Там 20 лет Потом обратно Были гонения Исава Потом там были В шхеме проблемы Ну Нелегкая Но он говорит Об этом фараону Он жалуется Ну какому-то язычнику И показывает вот это вот Своё внутреннее состояние И поэтому Было наказание Ведь на самом деле Если посмотреть По большому счёту Вот твоя вся семья Ты прошёл все трудности Ты же их прошёл Ты стал Израилем То есть ты реализовал Весь свой потенциал Который тебе был дан Ты справился с миссией Все твои дети И даже внуки Богобоязненные люди И он как бы Не учитывая вот это Находит какую-то трудность И он жалуется фараону И дальше Там мудрецы посчитали Говорят Так там 7 слов Не хватает И объясняют Что это За дополнительные 7 слов Что и сказал фараон Яков Сколько лет жизни Вот этот вопрос Там есть 7 слов И тоже вошёл В 33 года Задаётся вопрос Почему Потому что фараон увидел Что у Якова Лицо грустное Что он выглядит Ну таким Несчастным Да И отсюда мы выносим урок Что Ну нельзя поддаваться Вот что человек должен Позитивное в себе настроение Выносить А особенно Когда действительно Человек в благословении И он должен распространять это И стараться в себе Вот это Ну Служить Всевышнему С радостью Что нельзя Жаловаться Нельзя уныния Особенно нельзя Показывать это Явление Отсюда и депрессия И грусть И уныние Всё отсюда Как только человек Как только человек позволит Своим мыслям Вот так вот Разрушать свою внутренность У него и лицо такое И все это сразу видят И все говорят О, а ещё и верующие Говорит, что он там С Богом Посмотрите на него Вообще На его настроение На его состояние Поэтому Поэтому очень важный урок Что мы должны Всё время поддерживать Отношения И стараться Стараться Да, это не значит Что это легко Но стараться Мы отсюда Вот такой вот Находим Интересный урок Ну и последний Такой урок О котором мы сегодня Поговорим Тоже интересный Такой момент Яков почувствовал Что он умирает Я вам расскажу Комментарий Ребе На эту идею Почувствовал Что умирает И он призывает К себе Иосифа И говорит Положи мне руку Под бедро И поклянись Что ты меня Не похоронишь В этой стране Что ты вынесешь Меня отсюда И похоронишь Меня в гробнице Про отцов И задаётся вопрос Ну Отец Сыном разговаривает Зачем он ему делает Положи руку На бедро Почему Объясняют нам Наши мудрецы Что единственное Святое место Был это завет Обрезание И поэтому Когда он говорит Что Ну Поклянись мне Заветом с Богом Поклянись Именно Задаётся вопрос Мудрецы задают вопрос Что он ему Не доверяет До такой степени Ну взял бы с него Обещание просто Зачем вот это Так прямо Клятва Так всё серьёзно Положи руку На завет И так далее И объясняют нам Мудрецы Что Яков же Предвидел всё И он же понимал Он был В этом Египте На уровне Идола И он понимал Что если Сейчас не предпринять Важные вещи Не взять Вот эту клятву То фараон Потом захочет Сделать из него Тут мумию И люди будут Приходить Поклоняться Около Якова Он станет Предметом Идолопоклонства Почему Потому что Когда он пришёл Голод прекратился Благословение Пришло в Египет Написано Что Бог Благословил Фараона Ради Якова И поэтому Он бы стал Его бы там Забальзамировали И ходили туда Молиться на него Потому что В Египте Было очень развито Вот это Поклонение мёртвых Да Целый культ Был по этому поводу Вот Но он знал Что если Он возьмёт клятву Иосиф придёт И скажет фараону Что я дал клятву Поэтому Тогда фараон Согласится И так оно произошло Потом Фараон Мы можем увидеть Он сказал Похорони отца твоего Как он заклял тебя То есть Эта клятва Вот так вот Она и сработала Это первый аспект Второй аспект Мудрецы объясняют Что клятва Она придаёт силы Самому человеку Почему сказано Не клянись Это опасненько Немножко Но здесь Это же Совсем другое Явление Клятва Она даёт Силы Самому человеку Потому что Если человек дал обещание А завтра Поменялись ситуация То он себе Логически Сможет объяснить Ну я вчера так думал Так мне казалось лучше Но сейчас Поменялись обстоятельства Я вот пока Сделаю так А потом Чуть-чуть иначе А потом сделаю Вот как я Первоначально хотел Что человек Может сам Себя оговорить Поэтому Когда клятва И тем более Вот такого характера Да То тут уже Однозначное решение Человек будет понимать Что Вот как Как сделал Будет всё время Предвидеть Что вот это Так надо поступить То это было Очень важно Для Якова Чтобы он Говорит Не на минуту Чтобы меня здесь Не захоронили И дальше Наши мудрецы Объясняют Что Йосиф же Так же Само Потом Сказал Он так Само Сказал Своему Ну Своему Народу Но он Сказал Наоборот Похороните Меня Здесь В Египте А когда Будете Отсюда Выходить Вынесите Кости Мои вместе С собой Не оставляйте Меня Тут То есть Интересный же момент Вот И Ребе Объясняет Что о чем Здесь идет Речь Что Яков И Иосиф Это два Разных Уровня Служения Богу Здесь Немножко Мистику Надо Понять Знаете Надо Сразу Сказать Что для Евреев Захоронение Праведника Место Захоронения Праведника Это Очень Святое Место Предающее Силу Народу Вот Вы Можете Видеть В пророках Тоже Тут Есть Интересный Момент В нашей Главе Как раз Раскрывается Идея Что Иосиф И он Как бы Думал Что это Пренебрежение Не в гробнице Как леви А при дороге Но здесь Выяснился И Яков Ему Объяснил Почему Что в будущем Когда еврейский Народ Будут вести В изгнании Они будут Проходить Мимо могилы Рахели И будут Молиться Там И эта молитва Придаст им сил И в пророках Скажет Рахель Плачет За сыновей Своих Не может Утешиться Не плач Вернутся Они Из неприятель То есть Похоронит Праведник Там место Как бы Портал Потому что Душа Праведника Он же Бессмертный Его заслуга Здесь на земле И она связана Как-то с местом Его захоронения И поэтому Многие Праведники Авраам Специально Купил Эту пещеру Махпела И молит Вот Места Где молятся Это портал К Всевышнему И там Душа Этого Праведника Она как бы Присоединяется К молитве Человека Который молится И поэтому Очень важно Было Вот Праведники Знали Где они Хотят быть Похороненными Вот Например У нас Здесь Есть Гадичи Там Где Находится Альтеребе Первые Любавические Ребы Со всего мира Сюда Приезжают Люди В особенные Даты Чтобы Помолиться На этом Месте Кажется Ну так Можно же Помолиться В любом Месте Бог же Вездесущий Но Так же Люди Приезжают И к стене Туда Плача Как ее Называют Там Где Храм Так Помолитесь На любом Месте Зачем Туда Приезжать То есть Какие-то Тайны Которые Они Открыты Там Где Есть Какое-то Место Силы Особенно И Бог Ценит Когда Люди На этом Месте Молятся И как-то Молитва Работает Чуть Чуть Иначе Чем Где-то В другом Месте Хотя Правильно Что Молитва Работает Везде Вот И Объясняет Это Я просто Надо И Объясняет Ребе Что Яков И Иосиф Это Два Разных Уровня Служения Которые Связаны Между Собой Яков Он Что Он Был Выше Египетского Изгнания Уровень Яков Он Достиг Высших Миров Он Достиг Как бы Высшей Точки Стал Израилем Он Победил Все Победил Ангела Которого Помните Борьба С ангелом Была Он Поднялся На высокий Духовный Уровень Он Выше Всего Вот Этого Материального Это Один Уровень Служения Но Иосиф Наоборот Иосиф Именно Здесь На Этой Земле Он Реализовывал Вот Эту Духовную Силу Якова В самом Темном Месте Нижнего Мира Понятна Эта Идея Потому Что Сказано Яков Вот Сын Его Иосиф То Они Как бы Связаны Яков Передал Вот Эту Силу Которая У него Была Он Передал Иосиф Чтобы Он Реализовал Это Здесь В самом Нижнем Материальном Мире Это Превратилось В политику В экономику В спасение Людей В особенные Условия Для еврейского Народа Чтобы Они Могли Учить Тору Он Все Четко Сделал Реализовал Силу Вот Эта Якова И Поэтому Объясняет На Нашем Утре Что Нахождение Гроба Иосифа Она Давала Силу Людям Когда Они Выходили А Нахождение Гроба Якова Там В Израиле Им Показало Вектор Куда Они Должны Ити И Поэтому Эти Два Понятия Были Как Бы Связаны Точно Так Наши Мудрецы Объясняют Почему Яков Поменял Руки Эфраем И Минаше Когда Иосиф Привел Старшего То Яков Должен На него Положить Руку А Яков Взял И положил Ее На Эфраем И Объясняют Наши Мудрецы Что Минаше Символизирует Идею Сохранения Традиции Просто Сохранение Традиции Да Чтобы Ее Никак Не Раз А Эфраем Это Позитивно Влиять На мир Вокруг Себя А Эта Задача Труднее Потому Что Этот Мир Проще Закрыться И Быть Святым Это Не так Просто Но Это Легче Но Взять И Распространять Очистить Этот Мир Для Этого Надо Больше Сил Поэтому Что Делает Яков Он Дает Силы Он Усиливает Служение Эфраем Потому Что На самом Деле Реализовать Здесь В материальном Мире В своей Семье Среди Своей Профессии Среди Своих Знакомых В социальной Среде В помощи Другим Людям Вот Это Действительно Трудно И Поэтому Связано Поэтому Мы Связаны Со всеми Праотцами Потому Что Ихняя Духовная Сила Она Показывает Нам Вектор Куда И И Всегда Есть Какие-то Духовные Силы Чтобы Реализовать Вот Эту Божественный Свет Здесь На этой Земле Сегодня Можно Сказать Что Вот Эти Вот Две Идеи Яков И Йосиф Можно Сравнить Так Это Израиль И Народы Мира Потому Что Служение Израиля Это Привлечь Вот Этот Божественный Свет Который Находится В Торе Которую Всевышний Им Доверил И Передать Это Людям Других Национальностей Чтобы Они Распространили Это По всему Литу Земли Поэтому Колено Эфраин Оно Было Распространено До сих пор Не знают Где эти Люди Находятся Они Разошлись По всей Земле И Так Или Иначе Осеменили Этот Мир Вот Этой Идеей Монотеизма Которая Сегодня Так И так Распространяется Собирается До кучи Очищается И все равно Она станет Потом Во главу Угла Вот Такая Вот Идея Нашей Главы На этом Мы закончили Первую Книгу У нас Синагоги Принято Вот В субботу Когда заканчивается Первая книга После каждой книги Говорят такие слова На иврите Укрепляйся Укрепляйся И мы будем Сильны О чем Это говорится Это говорится Что это Тора Дана Для каждого Вот мы Все люди С вами Да Но человечество Будет хорошим И здоровым Когда Каждый человек Реализует Себя Как чистоплотная личность Как Человек Живущий По заповедям Повлияет На окружающих И так Каждый Поэтому Укрепляйся Ты Сам Как личность И тогда Все вместе Мы станем Лучше жить На этом Наш урок Закончен Будьте здоровы